Здравствуйте, это Рынки Позиции в студии Елена Хрупова. Итак, возможность заработать есть у команды технического и фундаментального анализа. Эти две команды продолжают бороться за эффективность своих ежедневных рекомендаций. И на текущей неделе техническую команду представляет Николай Подлевский, начальник аналитического отдела ЭКЦ Рейх Кэпитал Менеджмент. Команду же фундаментального анализа поддерживает Артем Деев, руководитель аналитического департамента Амаркетс. Добрый день, господа, спасибо, что принимаете участие. Накануне рекомендации были сделаны следующие. Покупку акции Лукойла выбрала команда технического анализа. Покупка была бы совершена от уровня 2730, стоп был указан на отметке 2710, цель 2830. И мы видим, что рекомендация у нас сработала, не достигла, правда, ни стоп-лосса, ни тейк-профита. Но, тем не менее, по закрытию торговой сессии 2740 доходность бы превысила 0,3%. Покупку валютной пары доллар-ген рекомендовала нам фундаментальная команда. Была она рекомендована от текущего уровня. На тот момент это было 100,55. Цель была обозначена на отметке 102,5 и стоп-лосса 99. И так рекомендация тоже сработала, потому что по закрытию 101,3. И, соответственно, мы видим, что 0,8% доходности была показана по этой сделке у фундаментальной команды. Таким образом, победный балл за вчерашний день у нас уходит в команду фундаментального анализа. И текущий счет меняется. Теперь это 2-1 в пользу все равно технической команды. Но, тем не менее, глобально фундаментальные эксперты ведут 79,64. Таков счет в пользу фундаментальных аналитиков с начала текущего года. Довольно значительный разрыв. И будем смотреть на дальнейшее развитие. Может быть, такими темпами техническая команда все-таки наверстает упущенное. Николай, давайте про Лукоил. Вы рекомендовали его в связи с дивидендами. Будем ли мы сохранять? И как вы считаете, до какого уровня, точнее, какой даты перед отсечкой нужно держать акции Лукоила? И выходить ли на непосредственно саму отсечку? По акциям Лукоила наступает отсечка по дивидендным выплатам. И я рекомендовал покупку акции Лукоила на очень короткий период, на день-два. Вот, собственно, день уже прошел. Я думаю, что сегодня можно задуматься о том, чтобы закрыть позицию, даже несмотря на то, что целевой уровень не достигнут. Дело в том, что перед самой отсечкой иногда бывает, что игроки, инвесторы фиксируют позиции с целью не морозить свои средства, поскольку дивидендные выплаты по Лукоилу составляют 4%. Некоторые умудряются заработать больше за тот период, в который будут заморожены. Итак, Лукоил мы сохраняем до сегодняшнего, в течение сегодняшней торговой сессии. Но, Артем, хотелось бы у вас... И закрываем. И закрываем, да. Артем, что будем делать с вашей валютной парой, которая принесла вам довольно неплохую вчера доходность? И сегодня, кстати, тоже бы, если посмотреть на график, продолжение роста мы видим. Да, что касается доллара и японской иены, эта идея по-прежнему актуальна. Я считаю, что здесь самое интересное все только начинается. Вчерашняя торговая сессия ясно нам доказала, что японская иена продолжает находиться на таком пороховом заряде решительности банка Японии. То есть, если в ближайшее время регуляторы объявятся на рынке с валютными интервенциями, тогда ускорение у пары будет еще более серьезное и выраженное. Сейчас мы можем оттолкнуться еще от фундамента, который имел место быть вчера. Это протоколы ФРС США. Что там было интересного, с вашей точки зрения, в отношении валютной пары доллар-иена? Там, на самом деле, для многих могло показаться, что ничего интересного и сказано не было, точнее, опубликовано. Но я считаю то, что интересное было. Это связано с тем, что ФРС по-прежнему оставляет уместным потенциальное решение по разгону краткосрочных процентных ставок. Стоит только понаблюдать за дальнейшей статистикой, в частности, с рынка труда, по инфляции, показателю CPI. Но еще точно оценить влияние все-таки Брекзита на американскую экономику. Хотя здесь стоит отметить, что уже многие, в том числе и голосующие члены ФРС, отметили, что влияние будет практически нулевым. Сохраняем длинную позицию и ближайший тейк-профит, где можно обозначить 102,5. Я думаю, что... Подтверждаем эту целевую. Подтверждаем, да. Еще не добрались. Так, есть вопрос на адрес электронной почты. battle.rbctv.ru Уважаемые телезрители, вы тоже можете писать, задавать вопросы, комментировать, пожалуйста, либо на почту, либо в Твиттер. И вопрос у нас пришел от Антона Кришнева, который спрашивает. Вот хотел бы предложить покупку по паре американский доллар, канадский доллар на фоне дешевеющей нефти от уровня 1,2960 и со стопом 1,2880. Давно уже не обсуждали эту валютную пару. Мнение экспертов о перспективах ее интересно Антону. Но, Николай, я немножко расширю тогда это. И все-таки мы говорили накануне о дешевеющей нефти. Могут ли сейчас в этой связи быть интересны какие-либо валюты сырьевого толка? И если да, то какие именно? Действительно, в последнее время после консолидации нефти вблизи уровня 50 наметилось в начале этой недели существенное проседание цен. И возможно, что уход из этого коридора вниз. Но вчерашний день показал, что не все так тривиально, не все так просто. Во вчерашний день мы помним, что цены на нефть существенно весьма подросли. Когда цены нефти и вообще сырьевых товаров подрастают, соответственно, лучше себя чувствуют или потенциально будут лучше чувствовать себя валюты сырьевых стран. Какие это валюты? Ну, в первую очередь, это канадский доллар и австралийская валюта. Вот эти валюты традиционно считаются как классические сырьевые валюты. Российский рубль ведь тоже является сырьевой. Российский рубль, да, но у него конвертируемость ниже и он не настолько широко представлен, скажем, на рынке Форекс. Но для внутреннего рынка, конечно, это более важная, более интересная валюта. И в этом смысле движение цен по нефти, конечно, нужно рассматривать в первую очередь как проекцию того, что мы будем делать по парам доллар-рубль, евро-рубль. Ну и какие-то другие пары. Из австралийца и канадца. Все-таки кто более чувствителен к динамике цен на нефть, у кого корреляция больше с этим активом? Ну, по известной причине, поскольку Канада больше завязана на нефть, то корреляция, конечно, да, выше. Ну что ж, вопрос адресую вам, Артем, от Антона, все-таки про американский доллар, канадский доллар от уровня 1,2960, покупка со стопом 1,2880. Что скажете? Я считаю, что из этого может получиться очень хорошая идея, поскольку, также соглашусь с Николаем, относительно того, что есть ожидание снижения цен на нефть, поэтому есть и серьезный прессинг на канадца, который может быть довольно-таки существенным. Помимо нефти, не стоит забывать еще и про новостной фонд, который характерен для канадской экономики. В частности, вчера вышли данные по дефициту торгового баланса. Он, чтобы не вдаваться в подробности по цифрам, оказался на историческом максимуме. Это плохо, конечно же. Тем более, мы помним, что канадский регулятор допускал возможность также снижения процентной ставки, особенно если отталкиваться от данных по инфляции. И, учитывая последнюю статистику, с инфляцией также не все, слава богу, складывается. А значит, и канадский регулятор также может в ближайшее время снизить ставку, и, соответственно, это окажет еще большее давление на пару. Спасибо. Ну что ж, приступаем к сегодняшним рекомендациям. Итак, наша техническая команда. Николай, пожалуйста, две минуты ваши пошли. Добрый день еще раз. Цены нефти с начала недели, я напомню, существенно снижались. И для этого были активизированы в новостном фоне множество причин, включая и Брексит, опасения по вложению в какие-то такие рискованные активы, и информация об увеличении объемов добычи нефти в Саудовской Аравии, в Нигерии. Саудовская Аравия, кстати, сделала дисконт для некоторых направлений продаж. И вот это все привело к весьма существенному снижению, однако цены на нефть по нефтемарке Брент не смогли преодолеть уровни 47 долларов за баррель. И в результате вчера мы стали свидетелями такого весьма активного подскока. Этот подскок можно связать с известиями об аварии на нефтехимическом заводе в Иране. Но самое главное, что изменился общий фон. Это и весьма позитивные данные по индексу деловой активности в Соединенных Штатах. Но я бы, наверное, еще отдельно отметил вышедшие протоколы Федеральной Резервной Системы, в которых можно рассмотреть намеки на то, что ставка может не только повышаться, но и понижаться. То есть речь там шла специально о гибкости позиции. И вот на этом фоне, я думаю, что цены на нефть могут и подрастать в том числе. Так вот, сегодня мы ждем выхода данных по запасам и добыче. И на этом фоне цены могут дернуться существенно вверх. Предлагается продажа фьючерса на нефть по цене 50,5 с целью 49,4 стоплос 51,5. Это сентябрьский фьючерс. Спасибо большое, ваше время закончилось. Фундаментальная команда. Пожалуйста, Артем, ваши две минуты. Добрый день, уважаемые трейдеры. Сегодня я хочу предложить вам сделку, которая предполагает покупки золота. В частности, для того, чтобы оценить хороший потенциал быча этого актива, можно посмотреть на динамику, которую показывает он в последней торговой сессии. Там исключительный рост, который может продолжиться и дальше. Аргументы, которые подтверждают вероятную состоятельность идеи, связанные с приобретением этого актива. Во-первых, это неопределенность, которая сохраняется по факту выхода Англии из состава Европейского Союза. Мы знаем то, что инициирование 50-й статьи Лиссабонского договора дорожной карты по выходу Англии из ЕС затягивается на неопределенный срок. Возможно, до следующих выборов, до срочных. Но если они не случатся, то будет только следующая весна, соответственно, у нас еще очень много времени, чтобы торговать на вот этом факте неопределенности. Второй момент, за который обязательно стоит зацепиться, также это активное экономическое стимулирование со стороны ряда регуляторов. Банк Англии уже, собственно, отметился. Сначала это было решение по снижению буфера капитала нормативов резервирования. Но я думаю, что это только первая ласочка, потому что уже было обещано, что будет снежная ставка. Поскольку заседание у нас на следующей неделе, значит, волатильность с этим вырастет Банка Канады. И есть, опять же, надежды на то, что золото будет отталкиваться от этого фундамента, поскольку любой подтекст, связанный и предполагающий стимулирование, он может стать причиной не только для роста показателей ВВП, но и для подстегивания индекса потребительских цен. А золото у нас традиционный хеджевый инструмент, который позволяет спасаться от обесценивания денег. Поэтому первые два фактора, я думаю, они, может быть, более определяющие. Но стоит посмотреть еще и на американскую статистику. Если данные выйдут плохими сегодня и, соответственно, завтра, значит, у золота появится еще один фактор. Теперь, что касается самой идеи. Я предлагаю покупать золото с текущих ценовых значений. Take profit можно поставить на отметке 1399 долларов за тройскую унису. Что касается стоп-лосса, 1350. Зафиксировано. Спасибо большое. Сегодня у нас сырьевого толка обе рекомендации. На нефть ставка, ставка на золото, как некий хеджирующий инструмент, который сейчас интересен. Вы в двух словах сказали о том, что активное стимулирование со стороны центральных банков назвали Банк Англии. Кто еще вкратце? Помимо Банк Англии можно даже проследить потенциальную хронологию. Я считаю, что снова у нас отменится на следующей неделе Банк Англии. Потом может последовать Банк Японии. Следом ЕЦБ. Но останется дождаться после этого Резервный банк Австралии, Резервный банк Новой Зеландии и Банк Канады снижением процентных ставок. В общем, все ребята. На этом фоне валютные активы этих стран интересны. Будут под ударом. Ну что ж, более подробно мы обязательно завтра, либо послезавтра расскажем о том, как можно на этом заработать. А сейчас, я напомню, уважаемые телезрители, вы можете присылать интересующие вас вопросы на адрес электронной почты. Писать нам в твиттер, а также голосовать в конце текущей недели за то, кто из наших экспертов выглядел убедительнее. Пока ведет техническая команда, но глобально все-таки фундаментальная. На этой неделе техническую команду поддерживает Николай Подлевский, начальник аналитического отдела и Кацерих Капитал Менеджмент, фундаментальную команду Артем Деев, руководитель аналитического департамента А-Маркет. С вами была программа «Рынки позиций» и Елена Хрупова. Не переключайтесь. Все вам доброго. Субтитры подогнал «Симон»!